Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэддис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета Еврипид. Последний из трех великих афинских драматургов. 19 из 92 его произведений дошли до нас. Выступил новатором традиционной атической драмы. Так хор у Еврипида часто является комментатором, а не участником действия, а персонажи ведут беседы на современном языке. Он глубоко интересуется женской психологией. Подвергался критикой за принижение трагедии, рационализм и явную непристойность. Послужил объектом блестящей пародии для Аристофана, она называлась лягушкой. Раздраженный отсутствием значительного успеха в Афина. В 408 году Еврипид переселяется в Фессалию, а затем в Македонию, где создает вакханок и умирает при дворе царя Архилая. После смерти становится наиболее популярным драматургом, пьесы которого часто ставят. Является автором прекрасных лирических стихов. Аристотель называет его самым трагическим среди поэтов. Вильтон со ссылки на Плутарха приводит предание, по которому спартанцы пощадили Афины в 404 году до н.э., услышав пение хора в Электрии. Вот так вкратце о Еврипиде, последнем из трех великих афинских драматургах. Пока-пока, до свидания.